Все российские врачи призывают граждан проходить диспансеризацию. И неудивительно, это медицинское обследование включает в себя различное множество исследований. Начиная от простейших анализов на холестерин и заканчивая электрокардиограммой. Однако есть и те, кто категорически против подобного рода процедур. Например, Давид Заридзе, известный московский профессор, доктор медицинских наук и директор российского онкологического научного центра. По его словам, диспансеризация в том виде, в каком она существует у нас в стране, абсолютно бесполезна. А в некоторых случаях она может быть даже опасна. Главная фишка диспансеризации – флюорография. Но, как говорят многие специалисты нашей страны, это не самый надежный способ диагностики рака легких и туберкулеза. Рентгенография в этом деле гораздо эффективней. Именно этот метод сейчас используют во всем мире. К тому же, при флюорографическом исследовании человек подвергается ионизирующему излучению. Нельзя не отметить, медицина все же не стоит на месте. Аппараты улучшаются, система совершенствуется. Флюорография у нас сейчас проводится на цифровых аппаратах современных. Доза облучения там ничтожно мала. И никакого вреда здоровью она не причиняет. Если с этим все понятно, то остается другая проблема. Пациент во время прохождения диспансеризации не всегда вовремя узнает результаты анализов. Бывали случаи, когда врачи общей практики просто-напросто забывали сообщать людям об обнаруженных патологиях. Медики советуют не ждать звонка из поликлиники, а самим посещать больницу спустя 10 дней после обследования. Каждый день у каждого врача выделено время для приема пациентов, прошедших диспансеризацию. То есть в это время не будет записи, в это время не будет других пациентов. Специально идет прием пациентов, которые прошли обследование по диспансеризации. В Нижнекамске функционируют 5 учреждений, где можно пройти это медицинское обследование. Необходимо лишь прийти в больницу, в которой вы прикреплены, и иметь при себе паспорт и полис. Первым делом пациент должен ответить на несколько вопросов. У нас идет анкетирование больного. Анкеты они заполняют у нас. И по этим анкетам уже итог, вывод делают уже наши доктора. Опрос разработан Министерством здравоохранения Российской Федерации. Вопросы самые незаурядные. Курите ли вы? Сколько соли и сахара употребляете? Тяжело ли вам подниматься по лестнице? Или как много фруктов вы едите ежедневно? Опираясь на ответы, медики поставят вам предварительный диагноз, после чего отправят на дальнейшее обследование. В него входят анализы крови и мочи, электрокардиограмма, проверка зрения и многое другое. Женщины дополнительно посещают кабинеты мамолога и гинеколога. Я пришла по своему желанию, потому что я считаю, что очень важная, полезная процедура. Он действительно поможет что-то выявить, возможно. Я очень бережно отношусь к своему здоровью и не хочу запускать никакие процессы. В этом году диспансеризацию прошли свыше 28 тысяч нижнекамцев, у которых было выявлено порядка 14 тысяч заболеваний. Обследование позволило уменьшить вероятность развития тяжелых болезней и, соответственно, снизить смертность. Эльвира Софиулина, Роман Мальцев, телеканал Нефтехим.